На сцене 60+, сегодня в Чебоксарах во Дворце культуры тракторостроителей состоялся гала-концерт и награждение победителей республиканских конкурсов народного творчества. Моя коллега Наталья Мальчикова знакомилась с талантливыми людьми. Когда душа поет, устоять на одном месте нет никакой возможности. И даже возраст тому не помеха. На одной сцене победители различных республиканских конкурсов. Любительские творческие коллективы, которые есть в наших домах культуры, конечно же, они развиваются по разным направлениям. Сегодняшняя категория – это особая категория, как я уже сказала. Именно у них мы должны учиться энтузиазму, энергии, жизнелюбии. Потому что именно они, несмотря на то, несмотря на свой возраст, они на сцене показывают такое, что хочется сказать, что им всего-то 25. Хоровое пение, хореография, художественные слова и другие жанры. Поразительное жизнелюбие, таланты, не потерянные с возрастом. Для ветеранов такие конкурсы, как глоток свежего воздуха. Мы представляем на галоконцерте ансамбль народного хоровской песни, так как количественный состав и конкурс проходил кому за 55 лет, поэтому вот таким составом сегодня поем. Валентина Семенова солирует в народном хоре Саванчикского дома культуры. С малых лет в этот хор хожу, мне уже за 70. Что хочу сказать? Это нам дает адреналин, тягу к жизни, задор, здоровье и молодость души. Душа поет от счастья. Талантливых коллективов в нашей республике немало. Своих девочек руководитель ансамбля Лариса Белова называет «мои матрешки». Они не раз становились лауреатами и победителями межрегиональных и республиканских конкурсов. Наряды для выступлений шьют сами. У нас в основном стилизованные танцы, хороводы, лирические, но есть и подвижный танец. Полностью сами шьем. В этом очень помогает мне вот эта девушка Люба Петрушкина. Вот эта вся работа, это ее ручная работа. Обычные бабушки и дедушки, выйдя на сцену, забывают о возрасте, об усталости. Они умеют радоваться жизни и несут радость другим. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова